В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Центральная тема по всей стране сегодня запуск Крымского моста, который соединил полуостров с материком. Путепровод сегодня торжественно открыл президент страны Владимир Путин. Рекордные сроки. Напомню, грандиозная стройка началась в феврале 2016 года. Уже завтра откроется движение для автомобилистов. Президент проехал 19-километровый мост на Камазе в составе колонны из 35 машин и отметил качество проведенных работ, а также принципиальную важность нового сооружения для развития региона. Так совпало, что в день запуска Крымского путепровода сегодня же у нас в Уфе городоначальник Ирик Елалов заявил о том, что открытие старого моста через реку Белую откладывается еще на месяц. В запланированный срок ко дню города 12 июня работы завершить не удастся. Предполагалось завершить монтаж новых деформационных швов и восстановить дорожное полотно. Сумма 37 миллионов рублей. Однако при разборе открылись новые проблемы. Выяснилось, повреждена еще и опорная балка. Насколько выявленный дефект повысит стоимость ремонта, пока неизвестно. По словам экспертов, дополнительные вливания средств потребуются однозначно. Срок годности нынешнего ремонта городские власти оценивают всего в два года. Потом мост закроют окончательно. Учленский ГОК планирует по итогам года 136 миллионов рублей убытка. По сообщению издания «Коммерсант Уфа», ожидаемый объем производства составит 17 миллиардов рублей. Убыток до налогообложения также 136 миллионов. По результатам 2017 года УГОК получил почти 20,5 миллиардов рублей дохода и чистую прибыль свыше 300 миллионов. Это в 10 раз меньше, чем в 2016. Как пояснили на предприятии, доходы формируются в основном от продажи медного и цинкового концентратов, цена которых зависит от котировок цветных металлов на лондонской бирже и курса доллара. В Башкортостане больше половины пунктов геосети не имеют наружных знаков. Свыше 1600 из почти 3000 об этом сообщили в Республиканском Росреестре. Геодезический пункт – это точка на местности, элемент геодезической сети, которая в частности служит основой для топографической съемки местности. По словам специалистов, геопункты следует выделять металлической конструкции в виде пирамиды высотой не ниже 3 метров. Граница охранной зоны – 16 квадратных метров. Если знака нет, пункт могут уничтожить при сельхозработах или, к примеру, строительстве. Эти конструкции люди порой сдают в металлолом. Законодательством предусмотрена административная ответственность за повреждения или уничтожение геодезических пунктов, а также за неуведомления Росреестр об уничтожении геознаков. В 2017 году привлечены к административной ответственности одно юридическое, должностное и один орган местного самоправления. Наложено административных штрафов на сумму 73 тысячи рублей. Штрафы за уничтожение геопункта – до 10 тысяч рублей для граждан, до 50 для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для организаций. Чтобы узнать о наличии охраняемых точек на участке, собственники могут заказать выписку ЕГРН или воспользоваться онлайн-сервисом на сайте Росреестром «Публичная кадастровая карта». С 1 июля в России произойдет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. В Башкортостане Рос составит в среднем 5,9%. Об этом сообщила председатель Республиканского госкомитета по тарифам на выездном заседании профильного комитета Курултая. Больше всего подорожает водоотведение на 17,7%. Далее водоснабжение 6,2%. Отопление плюс 5,17%. Электричество 4,87%. Газ 3,4%. Предельный индекс утвержден для каждого муниципалитета. Например, для жителей города Уфы предельный индекс утвержден в рамках 12,8%. Средним за семья из двух человек, проживающих в квартире 60 квадратных метров, дополнительно будет ее прирост квартлаты составить 250 рублей за коммунальные услуги. Госкомитет устанавливает тарифы только на коммунальные услуги. Жилищные услуги не подлежат государственному регулированию, устанавливаются на общем собрании собственников жилья. По словам главы госкомитета, тарифы на электроэнергию в Башкортостане самые низкие в ПФО по водоснабжению республика на средних позициях, а стоимость тепла и водоотведения чуть выше средней в округе. Также участники заседания обсудили предстоящий с 1 октября этого года переход Уфы и еще 12 муниципалитетов на оплату услуг по отоплению в течение отопительного сезона, а не круглогодично. Способы сравнили на примере двухкомнатной квартиры площадью 45 квадратных метров в пятиэтажном доме общей площадью жилых и нежилых помещений 3,5 тысячи квадратов. Из этого расчета мы сделали сравнение, то есть по начислению в течение календарного года мы взяли платеж в месяц получается 1244, это факт сложившийся в 2017 году, 1244 рубля 19 копеек, платеж за год 14 930 рублей 32 копейки. Соответственно, если бы расчет производился в отопительный период, платеж в месяц, это середина у нас с зеленым цветом, платеж в месяц составил бы 1762 рубля 15 копеек, и платеж за год 14 097 рублей 22 копейки. Кроме сокращения платы за коммунальные услуги, в числе преимуществ нового способа оплаты специалисты называют прозрачность начислений и исключение ежегодных корректировок. Далее смотрите проект «Стройконтроль» и «Здравый курс». Продолжение следует...